здравствуйте друзья мы с вами тут находимся на пирсе я возле красивой машины такой поставил наших гостей значит гости представляются давайте с женской линии начнем ирина демьян скажи всем привет демьян так у меня зовут максим максим соответственно это супруг и отец первых двух гостей значит гости из минска из минска живут в лос-анджелесе работают в лос-анджелесе по визе или один макс работает он шесть лет уже тестирует автоматизировано его до автоматизирую шесть тестирует ирина вы тоже тестер давно мы как начали так сказать планирует свой переезд так по совету михаила начали привлекать супругу к тестированию записали на курсы в минске потом нашли работе я знаю билл хард на билл хард хорошие за есть от преподавателя о господи прям сразу оба не знаю но нам повезло практически оказалось преподаватель наша соседка так вот так вот потом супруга показала хорошие результаты на первом собеседовании нет в компании в минске ну то есть есть работа не сложно ну я бы сказал что должно повезти юный димьян углядел морского зверя вот угадайте по плавнику кто это день сегодня морозный друзья и на пирсе совсем не многолюдно и на пляжах никого нет и в общем так прохладно я пытаюсь посмотреть если пар изо рта но тут на солнце не очень видно холодно мы так утеплились все и пошли гулять с гостями они смотрят наш канал уже там какое-то время сейчас поспрашиваем максим а как давно вы наш канал посмотрите канал три года так да искал к очередному собеседованию внутри компании мы проходим собеседование с кастомерами когда хотим сменить проект соответственно надо заказчиком пообщаться на английском закона да да заказчики иностранные на английском и поэтому но это то же самое интервью поэтому с принципы подготовки они те же поэтому я искал информацию youtube на интернете нашел ваш канал мы с тех пор смотрю потому что был клик какой-то вот как о вот это вот про нашу жизнь очень очень близко было так сказать потому что там же много народу рассказывает про интервью там и я видел людей за рекрутинговых агентств российских они рассказывают но я в основном смотрел именно вот нашел все видео ваши где вы на примере резюме так где на примере резюме резюме рассказывается как что сразу сразу резюме потом идут частые вопросы на собеседовании как себя вести и но это очень очень полезное видео я могу сказать что это все правда все эти вопросы я был удивлен когда проходил проходил интервью и мне даже было как-то неудобно вот не задает человек вопросы а я уже знаешь на них отвечать потому что вы вот это все и рассказывали как бы у нас есть случаи когда человек начинает что-то и могут агать там портного смотришь то есть как те кто принимает тоже вот это да ну вот собственно и меня так то я как бы не готовился и готовился к техническим мы тоже к последующим интервью готовился к техническим вопросам а до этого смотрел пересматривал несколько раз вот этот вот вебинар про резюме и про то как проходить интервью и не задают вопросы я уже тут как будто раз 10 задавали давайте мы практическую пользу для наших зрителей извлечем что не можешь идти хочешь на ножках серию спрашивают про технологии про языки вот если человек сказал я хочу учиться там стать тестером вот на какие технологии там языки и инструменты обратить внимание вот где самый удар но исходя из моего опыта у нас я лично программирую на джава используя всякие библиотеки для юнит x юнит так библиотеки собственно хорошее направление dotnet c sharp но джава как мне кажется из той информации что я владею на более распространена более документирована именно в том отношении больше на стек оверфлоу различных вопросов ответов всяких солюшенов примеров знаю что в америке python популярен но так как я больше на джава я в эту часть так сказать глубоко глубоко не заглядывал но могу сказать что джава и на мой взгляд довольно такой язык исходя из того что я с математикой навы всегда был но получилось одолеть а нужна математика ну мне казалось что нужно на самом деле я не нужно сейчас как человек который пишет на джаве кстати это один из вопросов люди говорят у меня с математикой и физикой сюда были не лады смогу ли я тестировать да и автоматизировать сможете у меня если начинать самого начала у меня юридическое образование так соответственно что и она была выбрана в прежде всего потому что не надо было сдавать экзамен по математике вот поэтому вы говорите это хорошо с математикой не на вы окей светлана у нас отошла она пытается найти нам морскую живность да вот собственно но я думаю что людям с юридическим образованием стартануть в тестировании попроще потому что в юриспруденции как вот есть определенные нормы этим нормам должно соответствовать какое-то там поведение если поведение отклоняется от этих норм соответственно это какая-то правонарушение кстати да статья нарушение нормативно правовых актов то же самое в тестировании есть какой-то набор требований должны быть какие-то проверки вот этих требований давайте отойдем проезжей части вот смотрю на немножко так вот соответственно такой старт для ручного тестирования а уже для автоматизирована но надо пробовать у меня сразу ира там сзади еще машина я пробовал у меня не получилось через где-то полтора года как я начал тестировать я пытался освоить сделал visual basic да такое инструмент тестирования а какой инструмент инструмент тестирования cutie и да и там используется visual basic для того чтобы в качестве части где надо кодировать так вот ну у меня не получилось я не знаю я сейчас сам удивлен как оно могло не там простенько да да но не получалось а потом как-то в один из дней где-то через года два с половиной как я начал тестировать я попробовал java посчитал книгу вторую пошел на курсы понял что в книге пишут правду на курсах друзья и башни смотрим на тебя это нам компенсация за то что на первом поддоне не было никого так до боях тут очень многие от такие оцарапанные прям слезы стекут по битые побитые побитые они на на свае запрыгивают а он там в воде плавает их там несколько в воде и котики они там вот они там еще в воде и они запрыгивают мы забрели в магазин где конфеты и мороженое вот и вообще все что надо и этот землян оживился и проходящая мимо американская женщина увидев его так сказать возбуждение говорит это где-то настоящий санта воркшоп до мастерская значит санта клауса слушай игрушки с это в реке какие симпатичные а почем они минусы почем игрушка это меньше чем полтора два доллара да нет можете десятку стоять у меня очки спрятаны глубоко без очков не вижу покажу ценник 16 полтора два доллара это мы не в китае вот елочки действительно такая новогодняя красота а вот тоже коров карты конфетки должны ходу беда 20 хотят за 8 функций да не немного мы здесь бывали неоднократно здесь детей травят не только конфетами но и всякими легкими игрушками вот морские гости где розовенькие а вот это это наши из океана ну даже глаза большие да ну трудно а может и котики и такого размера плавников то нет просто лапки такие это акула а вот это кит да а это акула там главная фишка большие глаза у них у всех вот пожалуйста за сколько стоит с большими глазами 7 долларов вот эти по 7 долларов так игрушка да видите что творится друзья конфеты 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 они еще сами тут делают их окунают фрукты в шоколад если дальше там пройти дальше пройти вот еще конфеты еще конфеты еще конфеты еще конфеты и вот вы видите девушек ой 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 с ведро шоколада вот они там видите делают конфеты вот тут тоже в общем люди за работой а вот тоже такой американский фан магнитики с разными именами видите так тут много можно так крутить 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 по алфавиту санта-крус сюда написано есть вот такие ой это такие местные леденцы это вы что хотите палочку ему такую да он выбрал покажите нам палочку покажите нам палочку попробуйте а что не взять если давид пробует то было бы неуважением не попробовать это похоже на знаете что как она называлась конфетки ну это как бы не чистый шоколад а вот что-то на базе шоколада я думаю что-то это таки что-то да тебе помочь или коровье мало нет коровка нет коровкой да есть такое оно такое более я друзья пытаюсь занять такую позицию чтобы ветер не дул микрофон чтобы вам не шумело вот слышите такие там как собачий лай такой это вот от морских любовь тут маленькие магазинчики сувенирчики такой пирс туристический но вот нет туристов что-то они как-то не прочувствовали а вот у нас ирина рассказывайте вы тоже юрист нет я не юрист у меня первое образование вообще педагогическое второе незаконченное экономическое сюда я вас сниму на фоне красоты мимо которой мы проходим да мы любимые крабы в Белоруссии крабы пока в Клипорде много да я понял так еще раз значит учились вы первое образование педагогическое второе незаконченное экономическое педагогическое в каком смысле математическое учитель наших классов а и могла преподавать английский язык для детей в детском саду но у вас на демьяне на вашем удается применить полученные знания да на самом деле это база которую нам давали я ее использую ребенок у меня так сказать развит не по годам я считаю потому что с самого детства я старалась давать ему свободу выбора не навязывала никогда свое мнение разрешала то что не вредит здоровью нет угрозы здоровья и всегда с ним разговаривала как со взрослым человеком а вот если вы например была девочка вот вы бы как-то иначе подходили сложно сказать я пока не представляю как воспитывают девочки то есть когда она у меня появится я наверное как-то но дети по-разному мальчики и девочки все-таки по-разному у меня у подруг есть девочки я смотрю что дети разные мальчики они более боевые девочки они такие принцесски да покопаться где-нибудь посидеть да 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 хорошо так первое образование такое а второе второе экономическое как у всех да а чего вам если вы уже педагог и есть образование чего вас вдруг экономическое понесло я поняла что я наверное свои силы оставлю для своих детей почему потому что когда ты идешь работать преподавателем так ты берешь на себя очень большую ответственность за детей с которыми ты работаешь и надо всегда себя держать в рамках не позволять там где-то там да да конечно понервничать там и так далее я решила что все-таки надо посмотреть на другие профессии ну пошла наверное как и многие пошли в экономическое потому что было так удалось поработать экономическим образованием экономическим нет не удалось так мне удалось поработать только с детьми где-то полгода но не жалеете что получали экономическое образование нет не жалею потому что университет он дает такую тоже базу я могу поговорить на многие темы например да то есть я знаю какие-то вопросы там в той же экономике там я не знаю смогу с ребенком помочь математику сделать так давайте посмотрим тут у нас прыжки такие акробатические происходят тут есть зверье но некоторые прыгают слышите сколько звуков это вот они тут изгнают так так вот они когда запрыгивают сюда вот они и опа вот они и царапаются так ну пойдем дальше смотреть значит так все-таки то есть вы совсем не работали пока не стали тестером я работала ну с детками работала второе образование я уже получала оголочное и это все время я работала но я работала в сфере продаж чем торговали работала в крупной компании которая занималась институтом в Беларусь в различных разных странах в разных странах в марках чего у меня глаза слезятся от ветра что свет ты говоришь нет как запрыгнул не видел вертикально то есть морской лев вертикального взлета да понял это это белорусские инновации так высоко да нет они умеют идем дальше где ваш мальчик тут вот народ собирается так подождите но в тестирование вы пришли вам просто муж сказал давай будешь тестировать или что нет началось все с того что я вышла в дебетный отпуск с ребенком и муж работал в доме я не шла интересоваться смотрела сначала наблюдала головы открылась сегодня плаката что не было мысли но если муж юрист может то я тоже могу мне казалось это работа скучно то есть я не представляла как это можно сидеть в офисе там с 8 до 6 вечера а сейчас а вы тестируете что это я сейчас тестирую бутыложение которое удачно прыгает видите прыгает я понимаю что это на самом деле не скучно это очень даже интересно а вот когда бак найдешь да а когда фиксует или новая фишка да и ищешь и находишь и думаешь что я еще смогу да не может же быть есть кайт какой-то да абсолютно азарт азарт такой начинает играть хорошо пошли смотреть тут еще одна осталась ну-ка давайте вот с вашей точки зрения как человека который ходил на курсы там может быть думал сомневался потом пришел очень многие люди спрашивают а я могу вот они думают про себя может они слов не спросят но они говорят а я могу вот как понять как бы вы посоветовали человеку понять может он не может что надо делать потому что понять надо попробовать в любом случае не бояться это не займет курс жизни это попробовать да абсолютно то есть если есть возможность если есть время можно даже до курсов читать какие-нибудь очень известные книги такие это на простом языке да а по чем курсы у меня курсы были в смысле стоимость стоимость так стоимость сейчас попробую перевести в курсе около по-моему 300 долларов в курсе ну то есть для Беларуси три снижки ну это немало я бы сказала не много да да просто все у меня были интенсивные курсы и особенно я их не знал чтобы навредить только в Украине потому что все интенсивные курсы да нам что-то хотят рассказать Тёмочка рассказывай что ты там нашел рассказывай я там нашел целую землю тюленев где целую землю тюленев где вон там иди ко мне пошли пошли да здесь иногда вот прямо вот тут в торце они такое лежбище устраивают плавают так еще обычно бывает девчонки сгрудятся на пятачке а мужички вокруг плавают вот аж точно шпроты шпроты шпротный эффект друзья нам 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 реально повезло вот такие шпроты редко бывают класс да это девчонки они маленькие а мужики здоровенные а мужики на диванах смотрят а мужики подплывают иногда там как-то кадрить пытаются это просто женский клуб женский клуб и чисто шпроты вот так по внешнему виду ребята нам повезло сегодня на солнышке хорошее а вот так Света это так может создаться ощущение да я вот например замечал что когда девочки там разводятся а я сразу ой смотри вот сейчас мы тебя с этим познакомим с этим они говорят ой не надо не с кем знакомиться пожалуйста о мужик плывет мордатый мужики там тоже бывают так что они отбились от мужиков и отдыхают мне кажется так Ирина бывает что вот хочется отбиться от них вот у вас вот у вас двое сразу коллективное течение туда то сюда да да как-то их сносит сносит немножко хорошее зрелище вот меня никогда не было знаешь никогда у меня не было чтобы от женщин отбиться куда-то и чтобы их рядом не было никогда я сколько себя помню ты со мной всегда а видишь одной на ласте какая-то штука висит видишь вот тут на ласте ну я так сказать я в камеру больше посмотрю сейчас пойду немножко дальше пройду посмотрю вот мы немножко поменяли диспозицию и отсюда лучше видно мне кажется вот так они там подкрикивают ну их сносит вы видите сносит а там пацаны вот лежат на панте а 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 куда-то и сносит течением он прям под сваи как-то так он мужик бордатый черный выпал с винтиктом ходит девчонок смущает да хорошее такое зрелище а а вон там такой альпинист смотрите прям на стенку урезать а там ракушки снизу на свае можно здорово ободраться между нами так немножко отплыли они в общем друзья сколько можно шпротов-то за один раз вот посмотрели пошли дальше Ирина а вот в Беларуси например в Минске тестер начинающий он получает какие-то адекватные денежки или это так больше для энтузиазма начинающего тестера будет низко на самом деле зарплата ну типа ну она низкая но так сказать если сравнивать ее со среднебелорусской она среднебелорусской хорошо ну то есть скажем это больше чем экономист начинающий значит да конечно это больше это больше и растет растет быстро зарплата у тестера да быстрее растет и зависит еще от тех действий которые сам тестер прикладывает к своему развитию хорошо она же сама не растет тестер который развился немножко пару-тройку лет поработал он уже сильно больше среднего получает да вот скажем давайте мы более опытного тестера спросим Максим да опытный тестер вот скажем там automation делает прилично вот он что получает если в беларуси живет если в беларуси опытный ну я думаю от 1.5 тысяч долларов там и выше ну все зависит он опытный может быть как и синьором так и лидом соответственно от этого тоже зависит ну хорошо то есть 1.5-2 тысячи это большие деньги да это большие для Беларуси то есть это конечно есть программисты которые получают и больше но если смотреть адекватно на вещи то это действительно большие деньги для Беларуси И это не требует, чтобы человек пришел из технической сферы сам, он может быть вот так вот юристом и... Да, я знаю много ребят, но как бы я сам не заканчиваю технических каких-то вузов. Но стало им интересно в один момент, они каждый день работали, изучали. Это больше мальчики там в тестировании или девочки? Девушки тоже, я в «Томэйшн» девушке делаю, это хорошо. Ну, мне кажется, что мальчиков в «Томэйшн» больше, девочек чуть поменьше, но все толковые. Ну, и девочкам не заказано? Нет, Саня. В возрастном отношении, если, скажем, девушка там 30 лет решила в тестеры, нормально? На мой взгляд, нормально. Если человек интересуется, самый главный же критерий для работы, чтобы человеку можно было дать работу, и знать, что человек эту работу сделает. Я думаю, что в Москве, мы просто присутствовали, она говорит, что нужен тестер не старше 25 лет. То есть у них цены существуют. Девушек не брать, значит, молодой человек, не старше 25 лет, а 30 лет уже поздно. Мы были в большой японской компании, когда были в Москве, и они так вот... Ну, может быть, в Беларуси просто... ...зводили кадров, объясняли, что там... Нет, ну, там не было 25 лет. Они говорят, что там не старше 40 лет. Нет, не 40 лет. Мужчина не... Ну, неважно, вообще они какие-то возрастные ограничения. Я не знаю, я бы... Вот те вакансии, что я видел, когда вот Ира искала работу, мы как-то делали ревью. Ну, да, ну, там не было такого, что вот именно вот только вот там парень там, только вот такой вот... Нет, это люди, которые на кратину не говорили, а мы говорили тем, кто нанимает. То есть они бы браковывали. Нет, ну, понимаете, они же не видят, сколько вам лет. Вот вы на вид-то 21. Спасибо. И пишешь, что ребенок есть, надо сказать? Я не указывала. Я считаю, что это личная информация. И если бы у меня что-то спросили, я бы задала вопрос, какое это отношение вообще имеет к моим профессиональным обязанностям. Все. Прям как в Америке, так все по-строгому. Да. Ну, это нормальные отношения. И нельзя мешать. Какая разница, если у ребенка нет. Ну, они могут нет. Но работодатель может сказать, если есть ребенок, может быть, она много времени дома сидит, пока ребенок болеет. То есть это может быть такой прямой интерес, на самом деле. То есть наличие ребенка? То есть интерес работодателя понятен, на самом деле. Он-то понятен, но с другой стороны... Ну да, да, насколько это легитимно. В открытых источниках мы не встречали, что есть какие-то ограничения. Хорошо. А на практике девушки у нас в ЕПАМе и так, в ЕПАМе, делают такую... Красиво делают работу свою, то есть можно сказать, что класс. Хорошо. Значит, девушки в ЕПАМ. Все в ЕПАМ. А ЕПАМ только в Беларуси или он уже в ЕПАМе? Вы слышите, друзья, перекличка гигантов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok